конференция. Здравствуйте, Валерий Иванович, Олег Валерьевич. Здравствуйте. Вот я просто, если можно, два слова просто скажу, как у меня вот прописали в программу, и мы уже говорили, то есть, я не знаю, у нас вот на этом портале, вы же, по-моему, еще не были, и просто хочу сказать, что тут достаточно много уже мероприятий за это время прошло, и могу сказать, что по школе онкологов, например, которую мы делали, у нас обычно, ну, там, приходит вот московских онкологов, иногда даже от 20, там, ну, до 70-80, может быть, и, ну, редко когда там больше. А когда стали вот в дистанционном режиме все это проводить, то количество участников увеличилось там до нескольких сотен, то есть там и 300, и больше даже, да, бывает. Сейчас мы проводили, у нас такой был европейский курс, вот сертифицированный Гетпанкреатбилярная ассоциация европейская четверг-пятница, там оперировали вместе с европейцами, слушали, там тоже, там несколько тысяч людей подключилось, там до трех тысяч, там, ну, заходов, что ли, было с разных там ресурсов. Поэтому я сейчас хочу сказать, что у нас достаточно большое количество людей смотрит, и здесь, может быть, мне даже, честно говоря, может быть, не очень удобно так вот как-то открывать все. Ну, здесь, может быть, как пригласили, как человека, который больше, ну, я не знаю, так участвовал в запуске, что ли, вот этого образовательного ресурса. И я бы просто пользуюсь случаем для всех вот наших слушателей, подключающихся. Хотел представить наших основных экспертов на сегодняшний день. Это главный врач 15-й больницы Вечерка Валерий Иванович и зам по медицинской части Олег Владимирович Аверков, благодаря которому, на самом деле, мы, вот наши специалисты, это Гульсарай Сингильдиевна Баймаканова, заведующий отделением пульмонологии, который с первого дня вот в этой больнице, которую Валерий Ивановича возглавляет, работала, и наши сотрудники пульмонологического отделения, и вот Галина Антольевна Дудина, гематолога, Галина Викторовна, гематолога, которые по препаратам много общались, как-то смогли реализовать свои компетенции, что ли, вот такие тоже, нарастить их. Благодаря той огромной работе, я не побоюсь этого слова, потому что мы тут рядом работаем по географическом плане, и тот объем работы, который в 15-й больнице делается все это время в плане помощи больным с ковид-инфекцией, но он восхищает. Это не единственная больница у нас в Москве, так я просто подозреваю, что у нас не только москвичи могут слушать, у нас много больниц перепрофилированы, очень большие объемы через много стационаров происходило, но здесь мы просто как-то вместе работали, и вот тебе там, Валерий Иванович поправит, полторы тысячи коек, которые с первых дней за короткое время были реструктурированы и направлены на оказание помощи именно в такой тяжелой категории пациентов, особенно в первое время. Конечно, огромный опыт, который сегодня будет возможностью всех услышать. Я думаю, что в регионах, если нас слушают, я подозреваю, слушают, потому что все время обращаются за консультациями, я думаю, что он будет очень полезен, поэтому я очень рад тому сотрудничеству, которое у нас есть, и, наверное, на этом просто считаю лишним что-то говорить, потому что мне просто уже даже неудобно, и Валерию Ивановичу передаю просто слово, и с удовольствием ожидаю послушать вот то сообщение, которое будет на организационных структуре, и организационных моментах касаться. Спасибо большое. Во-первых, спасибо, Игорь Евгеньевич. Извиняюсь за то, что мы немножко опоздали, у нас там на шестом этаже, так вы уже проводили конференцию с академиком Адамян Левой Владимировны, поэтому немножко какие-то минуты приносим свои извинения. Это во-первых. Во-вторых, наверное, опять же хотел выразить стола благодарности, Игорь Ильич, вам, вашим сотрудникам, докторам, пульмонологам, которые вот буквально с момента перепрофилирования нашей многопрофильной больницы, которая насчитывает больше полутора тысячную больницу, многопрофильную больницу, и сразу же они включились в работу. Это очень, скажем так, нам большое подспорье. Это очень-очень приятно. И, конечно же, вот до, скажем так, до вот этой новой коронавирусной инфекции мы, ну, надо сказать, что мы взаимодействовали, но не вот так плотно, как вот приходом этой коронавирусной инфекции. Поэтому здесь тоже вот некие, на мой взгляд, некие плюсы. Ну, будем тогда вот, как происходит, тогда будем из этих тоже самое выбирать плюсы. Конечно же, да, тут надо сказать, что мы действительно одни из самых больших, не только в Москве, но, наверное, и в России, возможно, и в Европе. Вот у нас коечный фонд 1610 после коек, после перепрофилирования. Порядка 130 реанимационных объявлений с возможностью расширения до 200 коек реанимационных. У нас и, ну, мы сейчас уже наблюдаем, что некий есть, скажем так, условный спад тех больных, которые к нам поступают, но все-таки на сегодня у нас, в нашей больнице, находится 1138 пациентов, в отделениях реанимации интенсивной терапии это 137 пациентов, ну, и 51 пациент находится на аппаратах искусств, вентиляции легких. Конечно же, вот тот опыт, который мы приобрели, он, наверное, бесценен, и хотелось бы, чтобы между нашими учреждениями, вашим научно-практическим центром, нашей городской больницей, чтобы вот этот симбиоз, он только способствовал развитию, ну, и, наверное, конечно же, научным каким-то открытием, научным каким-то достижением. Но я думаю, это у нас все впереди. Вам огромное спасибо за понимание. Нам очень приятно с вами работать. У нас в больнице мало того, что поступают пациенты с ковидной, у нас на сегодняшний день порядка 700 операций было проведено. И я имею в виду, это те пациенты, которые поступают с новой коронавирусной инфекцией, которым необходимо проводить, не знаю, экстренные хирургические операции. И от острого калицистита и заканчивая, мы проводили такие операции, как операции, прерослающие анаборизме аорты, ну, и протезирование клапанов. Не только вот эти, ну, это большой спектр различных операций, ну, в том числе и наши пациенты, точнее, которые мы совместно с вами ведем. Поэтому огромное спасибо, Игорь Евгеньевич, вам лично, вот, за ваш подход, за вот такую основательность вашим сотрудникам, за вот, скажем, участие в лечении наших пациентов. И так получается, что это наша общая работа, и это дорогого стоит. На этом я, наверное, закончу. И, Олег Валерьевич, вы, наверное, по программе, сейчас посмотрим, что там с программой, если это по программе, есть программа. Конечно, спасибо за… мы все время чувствовали, что вы где-то на передовой вот это время, да, а мы тут как-то, получается, отсиживаемся. Я, может быть, пока программу ищу, у меня вот перед глазами есть программа, там, на самом деле, ваше сообщение по поводу опыта перепрофилирования клиники, вот следующая стоит. А я, можно, предварю вопросом сразу, потому что, ну, пока там, да, уже, если готовы. Загружаемся, загружаемся. Загружаемся. Ну, пока загружается, можно ли вопрос такой из практической части? У нас, ну, стационар не был перепрофилирован, да, но мы многие вещи организационно тоже сделали для того, чтобы обезопасить, ну, сделать лечение больных безопасным, да, чтобы не получалось так, чтобы какую-то там помощь, ну, из разряда вот онкологическим пациентам, высокотехнологичную помощь, которую мы не могли отменить и перенести, на более спокойный период оказываем, а люди вдруг оказываются больными. Коронавирусная инфекция у них диагностируется. И с целью защитить персонал, многие вещей каких-то сделали. Вот могу сказать, ну, просто ваше мнение. У нас в пике доходило до 25% от поступавших в плановом порядке людей, у которых мы при поступлении с помощью вот тех возможностей, которые у нас в Москве есть, то есть ПЦР и КТ легких мы при входе делали, до 25% пациентов приходилось отправлять, ну, вот, либо переводить к вам, если тяжелый, либо домой просто, да, вот, диагностировалось бессимптомное практически у большинства инфекция. Потом это все снизилось, снизилось где-то до 8-10%. Мы научились это достаточно четко, как бы не пропускать, да, вот внутрь, в отделение. А сейчас вот опять у меня за субботу-воскресенье опять этот процент поднялся в больше 20%. Вот просто как у вас ощущение, что это просто за счет того, что режим расширяется социальный или это просто разовая акция? Вот у нас суббота-воскресенье такие, ну, поднялось опять количество поступающих больных с ковидом. Ну, что касается... А у вас же такое неуклонное снижение идет, правильно поступаю? Да, есть снижение. Вот, как я уже сказал, на сегодня это порядка 1137 на утро было. Отмечаем небольшое снижение. Вот и сегодня были на обходе, смотрели и предыдущие дни. Сейчас поступает меньше пациентов чисто ковидных. Сейчас уже такие коморбидные, с сопутствующей патологией больше, скажем так, идет пациентов. Больше... Вот высоко лихорадящих, как раньше это было, сейчас, конечно, в больнице меньше. Ну, скорее всего, скорее всего, это может быть какая-то, трудно сказать, но, может быть, это какая-то, да, одна такая разовая какая-то вот небольшая, небольшое поступление. Ну, мне так кажется. Ну, посмотрим, потому что все новое каждый день. Спасибо большое. Спасибо за... Можно начинать, да, правильно? Ну, я думаю, да, у меня презентация вот на экране. Так что тема уже прозвучала, я напомню, что докладчикам заявлен один, но презентация, равно как и вся проделанная работа, о которой речь пойдет, это коллективный труд. Я напомню наши исходные структуры и мощности. Там, не видно, конечно, с этими спиритиками. У нас на входе в этот эпизод было 1503 койки, 47 клинических отделений, 34 из них занимались экстренной помощью, 8 направлений ВМП, больше 95 тысяч больных. Вот у нас один из крупнейших роддомов Москвы, 8 тысяч новорожденных, амбулаторная помощь в виде женских консультаций, крупного клиника, диагностического центра. И пришло известие о том, что пришло время нашему учреждению стать повидной клиникой. Функционал нашего стационара, помимо всего перечисленного, выше, включает 10 кафедр медицинских вузов, каждый из которых имеет статус в департаменте здравоохранения университетской клиники. В структуре стационара 10 отделений реанимации интенсивной терапии, в структуре больницы 5 дневных стационаров, 3 стационара краткосрочного пребывания, 4 женских консультации. И помимо упомянутого диагностического центра, еще и клиника диагностической лаборатории, которая двухэтажное здание занимает автономное. Все это позволяло нам быть не просто больницей, мы по некоторым направлениям являемся ведущими в Москве. В частности, это Московский глухомный центр, межокружное отделение рассеянного склероза, мы целый округ обслуживали на момент входа в эту эпидемию. И, наконец, центр специализированный и офтальмологической, и кардиологической, в том числе кардиохирургической помощи беременным городской находился в нашей больнице. Предпосылки для перепрофилирования, когда к нам приехали, чтобы объявить, то основной повод был наша многопрофильность. К тому моменту в коммунарке лежал человек со сломанной ногой, и не было никакого решения о том, как с ним быть. В департаменте здравоохранения стало ясно, что есть угроза, что люди с коронавирусной инфекцией будут болеть какими-то другими болезнями, и им нужно оказывать помощь и по этим направлениям. Поэтому мы стали стационаром, который занимается оказанием разной медицинской помощи по разным направлениям больным, имеющих подозрения сначала, а потом чуть позже это больные только с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Дополнительное основание – это большая коечная мощность, и резервы стационара позволяли увеличить ее до 1800 коек, а в самой сложной ситуации возможность разместить до 2000 больных, возможность расширить коечный фонд реанимационных отделений почти в два раза, наличие рук дома, боксированного с собственной реанимацией, переход, соединяющий три корпуса основных, затянутых в этот процесс, в том числе соединяющие эти корпуса и с моргом, что в условиях этой проблемы немаловажно, и большая территория больницы, которая в случае худшего сценария развития событий позволяла чем-то дополнять, и это уже случилось, структура больницы, чуть позже я об этом скажу. Этапы нам отводилась всего неделя, сначала были организационные меры, на деле эти этапы перекрывались, здесь одной из сложнейших задач был перевод и выписка 1300 пациентов, которые в этот момент находились в стационаре, максимум работы пришлось на ночное время, потому что больных, которых мы переводили в другие стационары, легче было переводить ночью, потому что бригады скорой помощи перемещались ночью, что время гораздо быстрее. Одновременно мы занимались разделением потоков будущих пациентов, потоков, планировали логистику перемещения сотрудников, зонировали помещения, разрабатывали маршруты, намечали навигацию, строились параллельно временный и основной шлюз, в считанные дни был создан фундаментальный пункт дезинфекции санитарного транспорта, кроме этого выяснилось, что оптимальное и требуемое количество коек с кислородом, не только реанимационных, но и стационарных, должно быть не меньше 70%, и у нас вот в этот период с заходом даже в тот момент, когда мы уже начали принимать больных, корпуса дооснащались кислородом, мы доукомплектовывались медицинской техникой, параллельно проводился мелкий ремонт, который необходим был в этой ситуации. Активная работа велась по обучению сотрудников по применению средств индивидуальной защиты, одновременно началась переподготовка персонала в системе НМО, и плюс бумажный документооборот полноценный невозможен в такой структуре. У нас было в начальном этапе развития электронной истории болезни, так называемый КИС и МИАС, вот в экстренном режиме, особенно сотрудники роддома, которые с ней не имели дела, проходили обучение. Кроме этого, связь обратная, красной и зеленой зоны, разные другие информационные каналы, необходимость общаться с родственниками больных, больных с родственниками. В итоге у нас весь и все корпуса оснащены Wi-Fi, все пользуются ИМИАСом, для связи есть и рации, и сотовые телефоны, в больнице круглосуточный полцентр, есть внутренние чаты для сотрудников, есть чаты для связи с пациентами, для возможности оставить свои отзывы. Это то, как мы, что стало основанием и что произошло. У нас основные помещения, вот три основных корпуса, большой основной номер один терапевтический и роток, имеют соединение стационарное с помощью подземного перехода, и морг тоже соединяется с главным корпусом. Эти красные линии означают наличие перехода и связь, возможность использовать шлюз, для которого был выбран некий апейник с главным корпусом, имеющий свой вход. Вот это место, двухэтажное здание, которое соединено с главным корпусом, там был организован крупный шлюз с хорошей пропускной способностью. Понятно, что у нас была возможность улучшить материально-техническую базу, нам допоставили аппараты ИВЛ, фузоматы, шприц, перфузы, и все, что требовалось для реанимационных больных, дополнительные кровати. Эта часть дооснащения ТИСНО связана с эпид-безопасностью. В каждой палате у нас ДЭЗАР стоит, их тоже довозили нам. Кроме этого, в аспектах эпид-безопасности было три основных направления. Это эпид-безопасность применительно к тому, что нас окружает, это жесткая охрана периметра, это обработка автомобилей, которые покидают территорию больницы, эпид-безопасность больных на каком-то периоде. В какой-то период мы работали и с больными с обычной пневмонией, у которых требовалось исключить коронавирусную инфекцию. Они размещались на отдельных этажах, персонал этих этажей не пересекался. И важнейший аспект – это безопасность сотрудников, где огромная работа была и по своевременному созданию запасов средств индивидуальной защиты, по обучению сотрудников. Это целую лекцию отдельную можно рассказать. Работа с кадрами подразумевала не только обучение персонала, но и селекцию людей для работы. Речь идет о том, что какую-то часть людей мы вывели за красный контурс по возрасту или по наличию факторов риска. Мы извне привлекали сотрудников. В том числе еще раз хочу поблагодарить за участие пульмонологов ваших с первого дня практически в нашей работе. Неизбежно в этой ситуации была работа с нормативно-правовой базой, тоже тесно сопряженная и с работой с кадрами, где заработная плата, уровень надбавок тоже регламентируется многочисленными документами, до сих пор отваживаются некоторые шероховатости по оплате. О тактике лечения, которая у нас меняется бешеным темпом, я скажу несколько слов чуть позже. И, разумеется, информационная активность. Я повторюсь, мы находимся в тесном общении с больными. У нас каждый больной, поступивший в стационар, имеет возможность подключиться к чату, где идет, с одной стороны, некое информирование больных о том, что с ними происходит, о возможностях стационара, базовая информация о том, когда, например, происходит поступление передач в клинику. И, кроме этого, мы пытаемся там быстро реагировать на простейшее обращение. Вполне понятно, что одна из рекомендаций, кстати, по битбезопасности таких мировых общепризнанных, это проведение минимума времени персоналом в палате с больными. Отсюда другая проблема – дефицит внимания у этих больных, на который мы стараемся реагировать как раз на уровне этого чата. И по каждым из этих направлений можно рассказывать от 15 до 30 минут. В итоге мы за 7 дней перепрофилировали стационар, создав 94 квадратных метров площадной красной зоны, 3000 квадратных метров занимает шлюз. Есть подозрение, что он один из самых больших в Европе. В нем 80 душевых кабин. Мы попытались учесть гендерные различия. Женщинам отводится большая часть душевых кабин. У нас 70% коек, не считая реанимационные коек, которые, само собой, обеспечены кислородом, 70% коечного фонда обеспечены индивидуальной кислородной подводкой. В итоге наш коечный фонд в целом увеличился на 14%, а коечный фонд отделения реанимации интенсивной терапии на 17%. И за 2 месяца, здесь цифры не на сегодняшний день посчитаны, а на 27 начали работать. На 27 мая через стационар прошли чуть больше 9 тысяч больных, абсолютное большинство из которых с пневмонией. Каждый четвертый, даже больше, чем каждый четвертый, поступил в отделение реанимации интенсивной терапии. В худшие по нагрузке дни мы принимали чуть больше 300 пациентов, стандартное число поступающих 150. И вот эта наша многопрофильность привела к тому, что мы за 2 месяца в условиях стационара, наши хирурги выполнили более 600 оперативных вмешательств, от простейших, когда речь идет о пендектомии, до сложнейших, в том числе протезирования аорты, замена двух плапанов у больного с двухсторонней пневмонией. И, наконец, не проставил на наш роддом, который почти сразу включился в работу, близко к открытию. Туда поступило 708 женщин. Этот весь слайд изучать не стоит. На нем важнейшая информация, что к этому времени на нашей территории за 2 месяца родилось 150 детей. Ни один из них не инфицирован. Так природа устроила, что они все рождаются здоровыми. Даже от матерей, которые по-настоящему тяжело болеют. И несколько слов о том, чем мы занимаемся. В плане диагностики здесь все у всех. Три кита диагностики. Это клинические проявления, поиск РНК-вируса с помощью полимеразной цепной реакции, в том, что удалось извлечь из носоглотки и носа больного. И компьютерная томография, на которой есть признаки вирусной пневмонии в разной тяжести и разные признаки, которые в условиях нынешней эпидемической обстановки все трактуются как признаки коронавирусной пневмонии. В отдельных случаях компьютерную томографию, как оказалось, можно с точки зрения визуализации достаточно успешно заменять ультразвуковым исследованием. Мы это все чаще практикуем. По-разному мы лечим больных, тех, которые лежат сейчас, и те, кто лежали у нас в последних числах марта и в первых числах апреля. Здесь вот написано лапиновир с ретеновиром, гидроксихлорохин. На сегодняшний день наиболее обнадеживающей с точки зрения элиминации вируса является плазма конволюсцентов. Ну, сразу скажу, что у нас своеобразное отношение к будущим противовирусным препаратам. У меня в американце все сейчас будут лечиться рингисивиром, который достаточно успешно испытан, но даже результаты серьезного плацебо-контролируемого исследования критикуются по многим аспектам. Что касается надвигающегося на нас как ураган российского препарата, подражающего японскому, то впечатляет отсутствие доказательной базы, решительные шаги этого препарата. Поэтому пока у нас основной интерес к разным компонентам патогенетической терапии. Мы широко с первого дня используем один из ингибиторов интегликина-6. С подачи ваших докторов во многом мы переключились на ингибиторы янус киназы. У нас пока больше опыта по тому, который пришел к нам из онкогематологии. Последние 2 или 3 недели мы шире используем глюкокортикоиды. Я напомню вам, что китайцы принесли нам свои подходы. И вот все, что я выше говорил, лапиновир, этановир, гидрокси, хлорокин и глюкокортикоиды, умные люди на английском языке называются страдательной медициной. Но то, что применялось с отчаянием в условиях эпидемии, и китайцы наложили некое вето на основании собственного опыта на глюкокортикоиды. Я так понимаю, о них гораздо дольше, всерьезнее было, был один из докладов на этой конференции. Мы важной частью считаем антикоагулянтную терапию. Мы поменяли свое отношение за это время к антибактериальной терапии, которая теперь у нас не является поголовной с первого дня поступления таких больных, как это требовали и рекомендации, и приказы Департамента здравоохранения. Ну и то, что здесь названо вспомогательным лечением, призвано было уменьшить гипоксимию, гипоксию ткани. Здесь разные варианты вентиляции, кислородотерапии. И я так понимаю, что если эпидемия затянется, мне, как и вам, этого очень не хочется, у нас будет возможность увидеть некие и прорывы, и падения лекарств, которые мы уже два месяца используем. Я близок к тому, чтобы закончить. Вот это еще один более детальный рассказ о том, что и почему менялось. В изначальном понимании мы пытались лечить пневмонию вирусную по привычному сценарию, присоединив то, что китайцы выдали мировому сообществу врачебному на основании собственных впечатлений. Позднее, в том числе и с подачи китайцев, стало ясно, что вот в этом системном воскулите, развитии системного воскулита с поражением большинства органов принимает участие так называемый чрезмерный ответ иммунной системы, обозванный цитокиновым штормом. И в итоге выяснилось, что эти люди, больные с таким поражением, чрезвычайно склонны к тромбозам, не только привычным для нас тромбозам крупных сосудов, но и микротромбозам на уровне микроциркуляторного русла. А итогом всех этих событий является гипоксимия, гипоксия тканей, полиорганная недостаточность, которой участие больных является причиной смерти. И на сегодняшний день применяемое нами лечение в меньше всего противовирусное. Здесь от попыток использовать побочные действия гидроксихлорохина и возможные эффекты противовирусных лекарств, изученных в других состояниях, мы больше сосредоточены на противовоспалительной терапии, наблюдая по большей частью за естественной элиминацией вируса. Важнейшим элементом, повторюсь, считаем антикоагулянтную терапию, которая, как оказалось, для большинства больных требуется в лечебной дозе. Но про вспомогательную терапию – это очень условное название. Все это элементы патогенетической терапии, как и антибактериальной терапии, это тоже патогенетическое лечение, потому что у части больных при снине бактериальной инфекции является частью патогенеза прогрессированного заболевания. И один из последних слайдов – дорожная карта, как мы перепрофилировались. Видно, что за короткий период времени мы переделали полностью структуру стационара, направления движения персонала и больных. Более того, на нашей территории уже в начале мая появились временные модули, которые, по моему мнению, к счастью, пока простаивают. Может быть, до их использования не дойдет никогда. Я очень хочется в это верить. Но мы на сегодняшний день располагаем еще шестистами койками к тому, о чем я говорил выше. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Я готов ответить на вопросы. Олег Валерьевич, большое вам спасибо. У меня есть предложение. Давайте мы сейчас прослушаем все доклады и потом перейдем к обсуждению то, о чем как раз-таки вы сказали. О дискуссии именно на тему глюкокортикоидов в лечении ковид-инфекции. Хорошо? Отлично. Спасибо. Здесь, если позволите, чтобы потом, поскольку все остальные сообщения, они больше уже про лечение, Олег Валерьевич, он затронул в комплексе все, но про организацию больше не будет вопросов. Я просто побаиваюсь, что, может быть, и вот Валерию Ивановичу, как мне сейчас нужно просто заняться такими хозяйственными вопросами, может быть, пока наверняка Валерий Иванович здесь, может быть, можно какие-то организационные вопросы задать, потому что это действительно, ну, такое, это же сложно, да, это вот звучит так, там, 7 дней, ну, то есть это работающая больница, в которую надо отселить людей, потом создать условия для заселения обратно, и при этом все перестроить еще, и продумать все зоны, чтобы не было пересечений, чтобы ветер еще не дул в нужном направлении, вот в этих шлюзах. Там же очень много таких каких-то нюансов, которые надо было предусмотреть, и, может быть, вот на этот счет какие-то, может быть, у кого-то вопросы есть, мне кажется, было бы интересно, если вот нас кто-то причастный к организации, потому что мы потенциально, наш стационар должен был бы перепрофилироваться, и вот много работ, мы просто ходили по всем передворам, просматривали, где какие перегородки поставили, там столько массы нюансов, которые потом сказываются на безопасности в конечном итоге, что вот я просто, здесь меня вот и отметил, Олег Владимирович коснулся, сразу были назначены, как коменданты назвали, да, корпусов, то есть сформирован какой-то такой отряд организаторов, правильно ведь я понимаю, да, который уже там целенаправленно занимался исключительно организацией, просто у нас там какое-то тоже подобие было, у нас вот зам, одна из замов главного врача, и заведующие реанимации, основные были исполнители, то есть стратегии, которые мы пытались реализовать, ну, в случае, если бы перепрофилировались. То есть вот откуда взяли вот такой отряд комендантов, которые могли бы из кого-то из заведующих отделениями привлекли со стороны, вот что за силы были? Валерий Иванович, наверное, ответить. Давайте, наверное, попробую ответить. Ну, действительно, мы впервые столкнулись вот с такой ситуацией, вот, и для меня, наверное, за всю мою медицинскую деятельность тоже было впервые, и особых каких-то документов на это, наверное, не было. Мы самостоятельно собирались, наверное, обсуждали, были какие-то санитарные нормы, которые мы использовали в данной ситуации. Ну, и мы прекрасно понимали, что если к нам будут поступать пациенты, они, конечно же, будут находиться именно в палатах, и, как правило, они находятся в палатах, они у нас не в коридоре, их нету, только в палатах. И много очень будет вопросов всевозможных, ну, и тут надо было оценивать все, в принципе, все риски, да, то есть мы понимали, что вот поступает нам пациент, конечно же, у него будет достаточно много вопросов, необходимо было вот этот шквал вот этих, в том числе и жалоб, как-то каким-то образом гасить, мы создавали, в том числе и чаты, куда приглашали пациентов, они к нам поступали в приемное отделение, тут же им давалась информация присоединяться к этим вот чатам, где находились наши доктора, и в режиме онлайн, отвечали на все вопросы. Мы понимали, что очень будет много вопросов у родственников, был организован, как сказал Олег Валерьевич, уже колл-центр, который работал 24 на 7, много очень разных нюансов, что касается комендантов, комиссаров корпусов. Понятно, что каждый корпус необходимо было максимально, скажем, его контролировать. Помимо того, что были заведующие еще отделениями, мы понимали, что заведующие то же самое, они впервые с этим сталкиваются, и должен быть человек, который будет решать все какие-то организационные вопросы, дистанционно, оперативно, по рации, по телефону, ну и вот методом, скажем так, таких вот проб. Мысли приходили разные, мы собирались, обсуждали наиболее такие, на наш взгляд, правильные, мы их воплощали в жизнь, и что оказалось, довольно-таки успешно. Деталей очень-очень много, начиная там, основная задача наша была, это обеспечить максимальную безопасность наших сотрудников, и для меня, как для руководителя, я понимал четко, если у нас будет минимальное количество больных наших сотрудников, начиная там от врачей, заканчивая санитарочками, это, наверное, будет и там некая оценка. Даже вплоть до того, что у нас мы открыли отделение для медицинских сотрудников. Вот сегодня мы с утра были на обходе, там сегодня находится 14 медицинских сотрудников, поступали отовсюду, поэтому и здесь мы продумывали некие такие вот для нас, скажем так, вещи. И опять же еще буду повторять и повторять, и снова повторять. Спасибо вашим кульмонологам, которые вот практически ежедневно находились в нашей красной зоне, участвовали в лечении, в консультациях наших пациентов. Конечно же, здесь надо было обратить внимание на то, что мы столкнулись с опаснейшей новой коронавирусной инфекцией, что необходимо проводить ДЭС-обработки. Были созданы, опять же, ДЭС-группа, которая там насчитывала четыре подгруппы в себе, которые занимались проведением текущих обработок, заключительных обработок, масса-масса всего. И были созданы психологические, скажем, психологи были привлечены, которые работали и работают с нашими пациентами, но не только с пациентами, но и с нашими сотрудниками. Понятно, что надо было максимально сделать для наших сотрудников, насколько мы можем, комфортные условия. Нами там были сделаны в короткие сроки два кафе, одно там на улице, другое прямо в бассейне было сделано. Ну, довольно-таки интересно. И куча всего. Мы вот старались помогать нашим сотрудникам, разгружать как-то их. Ну, наверное, они лучше оценят, чем я сейчас буду говорить. Но это, конечно, ежедневная, скажем так, работа. Ну и с чего мы начинали? Это выписка и переводы пациентов. Действительно, тоже было довольно-таки сложно, но мы вот опять же справлялись. Почему? Потому что работа была командная. И все мои заместители, заведующие отделением, они работали как некое такое единое целое, единый какой-то механизм. Потому что в этом механизме не было каких-то сбоев. Максимально вот это... Ну, в общем, такую работу проводили. Тут много можно рассказывать. Вот. Готовы ответить, если у кого-то есть какие-то вопросы. Думаю, что в процессе будем еще много делиться своими какими-то наработками, как и в журналах, статьях, наверное, так и в устах. Ну, как-то так. Спасибо, Владимир Владимирович. Тогда, может быть, Галина Викторовна, вы возьмете на себя функцию модератора, если можно? Да, хорошо. Ну, просто у меня звук останется, мне просто надо так отвлечься. В меня кабинет зайдут, там будет я. Я так буду слушать обязательно. Спасибо. Глубоко, уважаемые коллеги, разрешите мне сейчас представить временные клинические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сегодня я хотела бы остановиться именно на лечении цитокинового шторма. Поскольку тяжелые формы COVID-19 с признаками цитокинового шторма, они сходны с течением первичного и вторичного гемофагоцитарного лимфоцитоза. Поскольку этот синдром, он возникает достаточно часто в ревматологической практике, и, как правило, с ним сталкиваются детские врачи-ревматологи, то хотелось бы сказать, что при тяжелом течении именно COVID-19 развивается вариант вирус индуцированного вторичного синдрома активации макрофагов или гемофагоцитарного синдрома, который как раз таки и включает звенья патогенеза, включающие нарушение механизма клеточной цитотоксичности. В результате этого происходит высвобождение огромного количества провоспалительных цитокинов и, соответственно, возникают маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок, сыворочный ферритин. Происходит инфильтрация внутренних органов и тканей, активированным Т-лимфоцитами и макрофагами, что как раз таки и приводит к гипервоспалительной реакции. Поэтому все пациенты с тяжелой формой COVID-19, они должны обязательно проходить скрининг на наличие гипервоспаления как раз таки с использованием лабораторных показателей. В первую очередь, это увеличение ферритина, соице реактивного белка, интерлекина 6-го, уменьшение количества тромбоцитом и обязательно всем пациентам должна проводиться компьютерная томография органов грудной клетки. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы как раз таки определить группу пациентов, для которых иммуносупрессия может как раз таки улучшить исходы. И для того, чтобы нам уменьшить вирусную нагрузку, мы обязательно должны использовать противовирусную терапию, плазмореконволесцентов, стимуляция иммунного ответа. И для того, чтобы ослабить именно цитокиновый шторм и борьба с цитокиновым штормом, здесь используются генноинженерные биологические препараты, джак-ингибиторы и глюкокортикостероиды. Как известно, интерлекин 6-й, он играет ключевую роль в патофизиологии цитокинового шторма. И на клинических данных было показано как раз таки, что именно первоначальная репликация вируса, она активирует интерлекин 6-й, который как раз таки наряду с другими факторами, он как раз таки способствует прогрессированию тяжести заболевания. Более того, высокие уровни интерлекина 6-го, они ассоциируются с повышенным уровнем смертности у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекцией. Сейчас накапливается много научных работ, которые обосновывают именно использование генно-инженерной биологической терапии и джак-ингибиторов при COVID-19. Это и использование тоцелезумаба, достаточно широкое, это использование интерлекина 1-го, блокатора рецептора интерлекин 1-го, и использование джак-ингибиторов. Все эти препараты достаточно широко и с успехом применяются в ревматологической практике. Согласно рекомендациям ВОЗ, возможно назначение вот этих препаратов с предполагаемой театропной эффективностью как раз-таки офф-лэйбл. Это все прописано в наших федеральных рекомендациях по лечению COVID-инфекции. Что касается тоцелезумаба, что этот препарат достаточно давно, уже в течение 10 лет, с успехом используется в ревматологии для лечения ревматоидного артрита и ювенильного идиопатического артрита. Начиная с 2017 года в Соединенных Штатах Америки, в Европе и Швейцарии этот препарат был зарегистрирован как раз-таки для лечения синдрома цитокинового шторма при терапии карты клетками некоторых гемобластозов. И если посмотреть на дорожную карту использования тоцелезумаба, то начиная с февраля он был включен в рекомендации по лечению ковида в Китае, затем в Италии, Испании, России и сейчас он включен во все рекомендации по лечению ковида во всех странах мира. Первые исследования, которые были получены при его назначении, показали достаточно быстрый, положительный эффект на такие показатели, как уменьшение температуры тела сразу после введения в течение 12 часов, уменьшение уровня цирреактивного белка, улучшение сатурации и даже улучшение тогда, когда мы рассмотрим на КТ легких у пациентов с ковид-пневмонией. Сейчас опыт реальной клинической практики говорят нам о том, что больные достаточно хорошо выживают на тоцелезумабе и летальность при использовании тоцелезумаба составляет порядка 8%, в то время как в группе контроля составляет порядка 57%. Более того, хотелось бы сказать, что в марте 2020 года было инициировано первое глобальное клиническое исследование тоцелезумаба по как раз таки показанию ковида. Это исследование стартовало во всем мире и Россия принимает в нем также достаточно активное участие. Вторым препаратом, который также блокирует интерлекент 6-й рецептор является препарат царелумаб. Это чисто человеческое моноклональное антитело и сейчас начато исследование относительно новой коронавирусной инфекции. Испытания проводятся в Италии, Германии, Франции, Канаде и России. Но, к сожалению, предварительные данные, которые были получены по использованию этого препарата, там отмечен позитивный эффект относительно использования, но каких-либо далеко идущих результатов получено не было и нужно сейчас дождаться окончания этого исследования, чтобы сделать уже окончательные выводы по использованию этого препарата при COVID-19. Исследование продолжается как по тоцелезумабу, так и по сарелумабу. И третьим препаратом, который относится к геноинженерным биологическим препаратам, это относится препарат конакинумаб, это блокатор интерлекина первого рецептора. Эти исследования проходят сейчас в Италии, в России и результаты ожидаются в скором времени. Что касается временных рекомендаций, то сейчас готовится новая версия, седьмая версия временных методических рекомендаций и хотелось бы остановиться более подробно на показаниях, какие же должны быть конкретные показания для назначения ингибиторов рецепторов интерлекина 6-го и интерлекина 1-го. Так вот, показаниями для использования этой терапии является сочетание данных компьютерной томографии органов грудной клетки, это должен быть значительный объем поражения легочной паренхимы более 50%, то есть это КТ-3 начало четвертой стадии с двумя и более признаками. Это снижение сатурации, это С-реактивный белок более 60%, либо рост уровня С-реактивного белка в 3 раза на 8-е 14-е дни заболевания, это лихорадка свыше 38 градусов в течение 5 дней, число лейкоцитов менее 3, абсолютное число лимфоцитов менее 1 и уровень ферритина крови более 500, уровень интерлекина 6-го более 40 пикограмм на миллилитр. Сейчас в наших клинических рекомендациях зарегистрировано два препарата, это тоцелезумаб и сарелумаб. Тоцелезумаб используется в дозе 8 мг на килограмм введения, то есть это в среднем где-то порядка 400 мг. Препарат вводится внутривенно капельно в течение 60 минут и при недостаточном эффекте необходимо повторить его введение через 12 часов. Что касается максимальной дозы, то она не должна превышать 800 мг. Препарат сарелумаб в ревматологии он используется в шприцах для подкожного введения, а для того, чтобы создать высокую концентрацию за минимальное количество времени, то препарат разводится в физрастворе, в зависимости от того, какая доза нам необходима, это 200 мг или 400, то есть один или два шприца разводится в физрастворе и также раствор вводится внутривенно капельно в течение 60 минут. Какие существуют противопоказания для назначения ингибиторов интерлекина 6-го? Ну, в первую очередь это сепсис, подтвержденный патогенами отличными от COVID-19. Это гиперчувствительность к любому компоненту препаратов, вирусный гепатит B, сопутствующие заболевания связаны с неблагоприятным прогнозом, иммуносупрессивная терапия, в частности, при трансплантации органов, это нейтропения ниже 500, это повышение активности трансаминаз более 5 норм, тромбоцитопения менее 550 и нежелательно применение этих препаратов при беременности. Говоря о том, когда же нам необходимо рассмотреть вопрос о повторном назначении ингибиторов рецептора интерлекина 6-го, это происходит только в том случае, когда мы через 12 часов у нас отсутствуют клинические эффекты, и в первую очередь, это снижение лихорадки, это отсутствие или снижение концентрации высокочувствительного цирреактивного белка менее 50%, или отсутствие снижения концентрации дедимера, фибриногена или ферритина. Почему я еще хотела бы обратить ваше внимание на те нежелательные явления, которые могут встречаться при назначении блокаторов интерлекина 6-го, и об этом нужно всегда помнить, потому что сейчас у ревматологов накоплен уже огромный опыт, и о чем следует помнить, ну, возможно, то, что может развиться, это инфекционные заболевания, это интерстициальная болезнь легких инфекционного генеза, это инфекция верхних дыхательных путей, повышение активности печеночных трансаминаз, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, и редко, но все равно встречается панцитопения, повышение показателей липидного обмена, зуд, крапивница, ну, то и аллергические реакции, ну, и реакции гиперчувствительности на препарат. И еще рассматривается вопрос о включении в рекомендации препарата блокирующий интерлекин первого, это препарата конакинумаба, его планируется вводить при ковид-инфекции в дозе 4-8 мг, и, соответственно, в зависимости от веса пациента рассчитывать соответственно дозу этого препарата. Препарат вводится также внутривенно, и противопоказания имеются точно такие же, какие есть для назначения ингибиторов интерлекина 6-го. Также сейчас рассматривается использование препаратов джак-ингибиторов, которые как раз-таки предотвращают проникновение вируса в клетки. И, согласно предварительным данным, именно ингибиторы джак-кинас, они способны тормозить внедрение вирусов в эпителиальные клетки, и тем самым вирус, связывая с помощью своего белка шипа с рецептора ангиотензин-2, превращающего фермента на поверхности эпителиальных клеток, как раз-таки это запускает активацию эндоцитоза, а вот активатором этого эндоцитоза как раз-таки и являются ингибиторы джак-кинас. В первую очередь, это ассоциированная протеин-киназа-1 и циклин-габа ассоциированная киназа, которые как раз-таки и способствуют пассажу вируса внутрь клетки. И когда брак блокируется этот путь, то, соответственно, проникновение вируса, оно тормозится. В связи с этим сейчас один из подходов к лечению гиперцитокиномии и направления именно на внутриклеточные сигнальные пути как раз-таки является использование джак-ингибиторов. Когда мы блокируем вот эти сигнальные пути, то получается есть возможность заблокировать выработку не одного какого-то провоиспалительного цитокина, а достаточно большого количества цитокинов, которые играют важную роль в развитии именно цитокинового шторма. И в первую очередь это интерферон и интерлекин 6, 7, 10, 12 и как раз-таки все то, что и запускает вот этот механизм цитокинового шторма. Сейчас проводятся достаточно большие клинические исследования относительно использования барицитениба и этот препарат был у нас утвержден в прошлых рекомендациях. Сейчас уже получены первые его клинические результаты по использованию барицитениба при ковид-инфекции. Препарат использовался в дозе 4 мг один раз в сутки и было показано, что в группе получавшей барицитениб все клинические характеристики и показатели дыхательной функции значительно улучшались как на первой, так и на второй неделе по сравнению с исходным уровнем. Также приходил к норме уровень цириактивного белка. Более того, хотелось бы обратить ваше внимание, что у 33 пациентов перевод варит требовался только в группе контроля и не у одного пациента, которые получали препарат барицитениб. Выписка на вторую неделю имела место у 58 пациентов, которые получали барицитениб и только у 8 пациентов в контрольной группе. Мы всегда ревматологи боялись относительно использования этих препаратов при лечении ковид-инфекции, потому что всегда боялись именно вот этих осложнений. А осложнений это тромбоз глубоких вен и тела, то, что мы видели как тяжелое нежелательное явление в ревматологии. Так вот, при назначении препарата барицитениба только у одного пациента отмечался нежелательный эффект, это пациент после 10 дней лечения, у него повысились трансаминазы и, вероятно, всего это было связано за счет того, что еще больной получал противовирусную терапию. Не наблюдалось никаких бактериальных оппортунистических инфекций, тромбов, лебита или какой-либо гематологической токсичности. Вторым препаратом, который планируется включить в новые в седьмую версию по рекомендациям, это является препарат тофоситин и по своему механизму действия он блокирует преимущественно джак-1 и джак-3 кеназы. Сейчас его обоснование для того, чтобы его включить, это, конечно же, то, что препарат достаточно хорошо блокирует выработку интерлекин-6, а именно при цитокиновом шторме и при развитии пневмонии как раз-таки мы видим высокие содержания интерлекина 6-го и вот использование ранее использования ингибиторов как раз-таки джак-кинас, оно как раз-таки и способствует, препятствует развитию более тяжелых осложнений, таких как пневмонии. Сейчас проводится масса клинических исследований, также в этих исследованиях принимает участие и Россия и показаниями для назначения упреждающей противовоспалительной терапии именно ингибиторами джак-кинас является сочетание компьютерной томографии это КТ-2 начала третьей стадии с двумя и более признаками. Это снижение сатурации, это циреактивный белок более 30, это лихорадка более 30 в течение 3 дней, число лейкоцитов менее 3 и абсолютное число лимфоцитов менее 1. Препарат барицетиниб был включен в 6-ю версию и сейчас планируется введение препарата тофосетениба. Значит, барицетениб включен в дозе 4 мг 1 раз в сутки в течение 7-14 дней. Препарат тофосетениб в дозе 10 мг 2 раза в сутки в течение 7-14 дней. Какие есть противопоказания для назначения этих препаратов? Ну, во-первых, это сепсис, подтвержденный патогенным отличными от COVID-19, это абсолютное количество лейкоцитов меньше 0,5, нитрофилов меньше единицы, гемоглобин меньше 80 грамм на литр, клиренс креатинина менее 30, это тяжелая почечная недостаточность, это активный гепатит В и С, активный туберкулез, тромбозы глубоких вен и тела в анамнезе, и с большой осторожностью этот препарат можно применять у пациентов старше 75 лет и применяющих СОК-2 ингибиторы. Что касается глюкокортикоидов, то в настоящее время клинические исследования эффективности и безопасности глюкокортикоидов при COVID-19 они только проводятся, однако глюкокортикоиды они остаются ключевыми препаратами первого выбора для лечения как первичного, так и вторичного гемофагоцитарного синдрома, как раз таки то, что и лежит в основе цитокинового шторма. В исследованиях эффективности глюкокортикоидов при COVID-19 было показано, что смертность среди пациентов, получавших метилпреднизолон, была ниже, чем у пациентов, не получавших глюкокортикостероиды. Однако имеются данные также о том, что именно лечение глюкокортикоидов страдающих пациентов именно МЕРС-КОВ вызывает увеличение вирусной нагрузки и замедление клиренса РНК. Поэтому, если рассматривать глюкокортикоиды, и так как мы используем эти препараты в ревматологии для лечения как раз таки гемофагоцитарного синдрома, то мы используем метилпреднизолон в дозе 120 мг на введение или 1-2 мг на килограмм каждые 8 часов в течение 3 суток с постепенным снижением дозы на 20-25% при введении каждые 1-2 суток. Далее продолжается лечение метилпреднизолоном уже в таблетках, начиная с 8-12 мг в зависимости от ситуации с постепенной снижением дозы за 7-8 дней до нуля. Также мы широко используем препарат дексаметазон. Он вводится 10 мг на метр квадратный, но для взрослого человека это получается 20 мг. Препарат вводится внутривенно в 1-2 приема в течение 3-х суток с введением снижением дозы на 20-25-5% до полной отмены. Что касается рекомендаций на сегодняшний день, то легкие формы у нас лечатся и остается пока что в рекомендациях. интерферон в предыдущей терапии остается опять же противовирусная терапия, плюс можно использовать то, о чем мы сегодня с вами говорили, барец тенип или тофас и тенип и сейчас ожидается включение препарата олокизумаба, это блокатор интерлекина 6-го, но это все идет для того, чтобы предотвратить развитие именно цитокинового шторма. Тогда, когда мы говорим уже о цитокиновом шторме, то возможно использование метилпреднизолона вместе с тоцелизумабом, сарелумабом либо канакинумабом и при наличии противопоказаний к применению генно-инженерных биологических препаратов рассматриваются вопросы использования пульстерапии метилпреднизолоном или дексаметазоном и при наличии противопоказаний к применению глюкокортикоидов мы можем использовать противовирусную терапию, антибактериальную терапию и монотерапию туцелизумаба, сарелумаба или канакинумаба. Хотела обратить ваше внимание, что тогда, когда мы используем всю вот эту мощную терапию, обязательно должны применяться прямые антикоагулянты. Как раз об этом вот и говорил Олег Валерьевич уже в своей лекции. Таким образом, на сегодняшний день мы в скором будущем ждем наши седьмые рекомендации и как раз таки мне бы хотелось в конце выслушав все доклады, перейти к теме обсуждения именно места глюкокортикоидов в лечении COVID-19. Благодарю вас за внимание. И разрешите мне тогда предоставить слово Гульсарея Сенгельдиевне Баймакановой с клиническими примерами у больных с COVID-19 инфекцией. Пожалуйста, Гульсарея Сенгельдиевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада приветствовать своих родных коллег из Московского клинического научного центра. Рада приветствовать Валерия Ивановича, Олега Валерьевича и Оксана Уэссовна. Большое спасибо за теплые слова в наш адрес. Действительно, у нас была такая, думаю, очень хорошая возможность работать в самом большом госпитале России и всей Европы. Полтора тысячи коек предоставлены были для больных, для оказания больным с COVID-19. Это большой пул больных, большой опыт. Мы были очень признательны за такой опыт, и этот опыт позволил даже Оксане Алексеевне, которая работала со мной, поехать сейчас в Псков, и тот знание и необходимый тот опыт теперь и внедрять, и в регионах, помогать нашим коллегам, которые наверное эпидемии, если Москва уже идет спад пика, мы входим надеюсь в более стабильную ситуацию по эпидемиологическим показателям, но в регионах это нарастание пика продолжается. секунду. Уважаемые коллеги, я хотел бы обсудить реальные случаи, небольшие тризарисовки, которые демонстрируют не только наш опыт лечения пациентов, но и это те же ситуации стандартные, которые встречаются все доктора, с которыми мы созваниваемся, непосредственно встречаемся и обсуждаем использование кортикостероидов для данных пациентов. Конечно, в самом начале кортикостероиды были запрещены, учитывая, как сказала Галина Викторовна, увеличение репликации особенных пересумений данного вируса. Были первые работы опубликованы китайских ученых, которые не нашли различий в использовании ГТС и больных СОРДС относительно различных исходов. Но, однако, как и рекомендация, уже седьмая версия, так и уже наступленный опыт, все-таки этот вопрос встает непосредственно сейчас и в дальнейшем на всех этапах и стадиях заболевания больных с COVID-19. Один из пациентов это 55 лет, имя с масла тела 32, поступил в клинику с одышкой, температура тела 39, с выраженной общей слабостью. Дома анамнезаболевания, наличие данных жалоб он отмечает в течение трех дней. Амбулаторно предупреждал амитромицин без эффектов и по скорой медицкой помощи в госпитализированной клинике. Сопутствующая патология была подагрой, гипертоническая болезнь, по которой он получал антигерой, гипертонзивные препараты. Штата дыхания в момент поступления была 20, сатурация кислорода измеренная пульсоксиметром 95, однако отмечалось ее на второй день и третий день снижения до 90, что требовало уже использование кислородной терапии. Артериальное давление 130, 80, пульс 95. Лабораторные признаки это было гемоглобин 134, лейкоциты крови были 6, целых 4 десятых на 29 литре, лимфоциты были, колебались от 1 до 7 до 1 в 1 микролитре. Детимер был в пределах нормы 372, ЦРБ в момент поступления был 47, но уже на второй день наблюдалось его по шинаму до 175 миллиграмм на литр. Причем прокальстание до 1 нормальных значений. У пациента была КТ-3 и какой вопрос здесь обсуждается? Этот пациент испытывал достаточно выраженный лихорадочный синдром с выраженной интоксикацией, была применена следующая схема. Дексиматазон был введен до использования Туцелезумаба. Вот одна из таких схем предлагается, которая, не учитывая объем такого поражения, уменьшил лихорадочный синдром, но, однако, не был достаточно для купирования одышки. Использование уже в следующем этапе Туцелезумаба позволило стабилизировать состояние пациента. Это отсутствие лихорадки и повышение сатурации кислорода до 95. Конечно, такие изменения не могут уйти в одночасье, они требуют достаточно большой динамики в течение одного и шести месяцев. Однако, пациент был успешно выписан с удовлетворительным состоянием, с нормальными показателями по воспалительным маркерам лейкоцитов и с КТ-2 согласно нашей классификации и уже с участками консимитации, что говорит о организации и естественном течении клеммания. И это требует уже дальнейшего амбулаторного наблюдения. Другая пациентка 61-го года также поступила с подобными жадом, прошу прощения, здесь температура тела 39, общая слабость, болела два дня, соответствующая патологическая болезнь. При пациентке была нормальная сатурация кислорода, артериальное давление 110-70 плюс 94. Обращала на себя внимание наличие лейкотемии, невыраженная лейкотемия, высокий дейдемир и увеличение уже на момент испытания организации цироактивного белка, прокальстомин был в норме. КТ соответствовала второй стадии процесса. В данном случае у пациентки выражено то, что у пациентки было 5 дней лихорадочного синдрома, несмотря на проводимую терапию, она сохранялась 38-39. В этом случае был использован дексинтуазон в течение 3 дней, что позволило нормализовать температуру тела, улучшить состояние пациентки, уменьшить одышку и в конечном итоге наблюдали снижение цели активного белка, нормализация анализа крови, пациентка была успешно выписана на амбулаторный этап вблизи. Другой пациент, это пациент 72 лет, также был со стандартными жалобами и поступил в клинику, а дышка катетратовая 39, общая слабость, однако уже анамнез болезни был у него 8 дней, имел хроническую патологию, шимическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь, хронический бронхит, при поступлении уже отмечалось снижение сатурации до 92, частота дыхания 22, и обращает внимание, что в крови у пациента наблюдалось лейкопимия, лефопимия, высокий педимер, циреактивный белок и проколистерин 4 мг. То есть мы у пациента имеем не только признаки вирусной инфекции, но и уже наличие бактериальной инфекции. На компьютерной томографии мы тоже видим, она соответствовала КТ-2, однако мы видим, что уже участки инфекции у пациента соответствуют консолидации, то есть процесс уже приобретают более 7-8 и 10 дней. Что же было у данного пациента сделано? То есть этот пациент не соответствовал показаниям назначения Туцелезумаба, в его случае был использован Декситметазум в течение трех дней, который также сопровождался уменьшением лихорадки нормализации температуры, но учитывая бактериальную инфекцию, конечно, у пациентов была комбинирована антибактериальная терапия и макболиум, что позволило в течение трех дней пациента стабилизировать, провести полный курс антибактериальной терапии и в состоянии выписывать больную. Это пациенты, которые мы сейчас обсуждаем, на каком встает несколько вопросов. Использование глюкопортикостероидов до использования инфекции, блокадров петроликина 6, после использования данных препаратов, либо их только единичное использование на момент повышения температуры, на момент цитатинового шторма, или также когда у пациента имеется выраженное ликопиумение вместе с вирусной инфекцией. Вот такие вопросы встают. Но однако среди глюкопортикостероидов также обсуждаются и следующие моменты. Возможность назначения глюкопортикостероиде терапии уже в момент рекомболисценции. Чем это продиктовано? Это продиктовано тем, что уже имеющиеся аптопсидные материалы позволяют говорить о том, что в легких имеются участки так называемых организующихся пневмоний. Это так называемые просветы у нас разные. Есть грануляционная ткань. Грануляционная ткань соответствует наличию организующихся пневмоний. Организующая пневмония встречается при медленно разрешающей пневмонии, то есть анамнезе заболевания более 4 месяцев, в таких в наших случаях бывает и наши предыдущие пациенты ковида эры. И у нас есть еще так называемая криптогенная организующая пневмония, либо организующая пневмония, которая может ассоциироваться с различными инфекциями, с заболеваниями соединительной ткани, это мы наблюдаем у пациентов с терминологическими болезнями, с использованием лекарств, лучевой терапии, трансплантации органов, воспалительные заболевания кишечника. И основной терапией для данных пациентов является глупо-портикостерония. И в связи с того, что у пациентов уже в момент рекорд-болисцентра это консолидация и дальнейшее наблюдение, в обществе пневмонологов активно обсуждается использование глупо-портикостероидов именно в этот период, на длительный период. Если мы говорим о нашей обычной организующей понимании, мы используем глупо-портикостероиды данных пациентов несколько месяцев. Это как минимум 6 месяцев или может быть это в течение даже года. Дозы тетруются и пациент находится на данной терапии и очень успешно лето-портикостероидами. Этот вопрос остается пока открытым. Почему открытым? И я думаю, что особенность назначения бицинопазона тоже имеет глупо-портикостероиды и тот же пульс терапии. Особенно он актуален в том, что у пациента имеют тромбозы, микро-макро-ангиотромбозы, тромбоэборические осложнения. А так как глупо-портикостероиды являются одним из факторов риска, более надлительный период. И если мы говорим, что есть уже данные о том, что нарушения гемостаза могут сохраняться месяц и полтора месяца и пока имеющиеся данные, есть рекомендации, что антикогулянты нужно использовать не только на момент пребывания в стационаре, на момент пиццеболевания, но и в дальнейшем для профилактики тромбоэболических осложнений. Этот вопрос остается открытым. Однако уже некоторые мои коллеги как и за рубежом, так и здесь в России говорят, что может быть для того, чтобы предотвратить фиброз легких, мы пока не знаем он будет ли, пока еще мы не имеем того достаточного времени, чтобы сказать, что да, формируется фиброз и так как глюкопитические стероиды обладают таким противовоспалительным действием, мы, может быть, можем тоже воздействовать на формирование фиброза. Однако предыдущий наш опыт, который мы наблюдали больных с гриппом АШ-1Н1, был, свидетельствовал о том, что все те остаточные изменения, фиброзные изменения, они полностью уходили в течение 6 либо 12 месяцев, оставались уже какие-либо линейные тяжи, небольшие тяжи, которые, собственно, не влияли на функциональную способность цели. Поэтому я думаю, что это горячая тема, как и где и как сочетать это с антикоагулянтной терапией. настоящее у них сейчас самое актуальное горячее тема. Спасибо большое. Спасибо большое, Гульсарая Сингильдеевна. И я хотел бы передать слово Дудиной Галине Анатольевне как раз таки с докладом, который нам позволит решить вопросы. Именно гиперкоагуляционный синдром при COVID-19 в пути его решения. Пожалуйста, Галина Анатольевна. Галина Викторовна, спасибо, но у меня не получается запустить презентацию. Может быть, мне помогут организаторы? Я как-то говорила об этом. А вы на зелененькую вот тут демонстрацию нажмите. Я нажал на досковый экран и дальше нет, демонстрация экрана должна быть. Демонстрация экрана меня дальше не пускает. А дальше у вас есть с левой стороны такая кнопочка совместное использование. после того, как на зеленый нажали, у вас должно появиться окошко, где нужно выбрать, что конкретно показать. И все, после этого будет показано то, что выберете. либо использование звука компьютера, да, и дальше у меня он не выпускает меня дальше. Экран? Нет, использование звука компьютера не нужно. Вот, да, экран. Все, отлично. Вот, все, видно. Видно, Галина Анатольевна, видно? Выпускай, да, это нужно выйти. Наташка, помогай мне на канал. Наташка, выйти. Наташка. 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 Еще раз добрый вечер, коллеги. Я хотела бы, конечно же, бы... Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Не запускается у меня презентация. Нужно выбрать, отложить этот вопрос. Отложить этот вопрос? открыть этот вопрос. и принять. Да, все, можно F5 нажать, на весь экран покажется. Да, коллеги, прошу прощения, на самом деле, есть какие-то проблемы, которые, наверное, решаются уже в процессе какого-то получения опыта. Мне хотелось бы сегодня, конечно же, свидетельство, свое почтение, Оксане Ануэсовне, Олегу Валерьевичу, потому что я абсолютно, мы знакомы как в длительной, длительной нашей совместной работе по гематологии, но сейчас я надеюсь быть немного полезной для того, чтобы помочь разобраться, насколько же меняется гемостаз при COVID-инфекции. Наверное, это самая сложная задача для меня, как для лектора, как научного сотрудника, практического врача, за 15 минут попытаться рассказать вам, как же, собственно говоря, меняется, и как меняется гемостаз, какие проблемы у нас с вами существуют, когда мы лечим пациентом с COVID-инфекцией. Совсем недавно, буквально 29 мая, состоялась конференция, которая была посвящена, в основном это были рематологи, основным проблемам, которые у нас сорганизовались в то время, когда мы получили уже огромный опыт лечения пациентов с COVID-ом. Это чрезмерное назначение антибиотиков, это неверная тактика ведения больных, неназначенная в свое время антицитокиновая терапия, отсутствие надежных достоверных доказательств эффективности того или иного препарата, комбинации препаратов, то, о чем мы сегодня уже говорили. С моей точки зрения, слишком мало внимания было уделено столь важной проблеме, как гиперагрегация при COVID-инфекции. Патология гемостаза. Наверное, это единственное заболевание, которое вообще на всей моей достаточно длительной работе гематологов было изучено так быстро. И на сегодняшний день, имея опыт работы в течение буквально-таки двух месяцев, мы настолько хорошо уже и много знаем про это заболевание, что я думаю, что самое-то главное в лечении данного заболевания, что поменялось парадигма терапии этого заболевания. Если весь мир был озадачен количеством аппаратов искусственной вентиляции легких, то я думаю, что мы за полтора-два месяца работы доказали, что мы можем не допускать включения пациента в искусственную вентиляцию легких, что у нас уже достаточно опыта, достаточного понимания данного заболевания для того, чтобы предупреждать столь, наверное, сложную задачу для реаниматологов и для нас всех остальных специалистов в лечении данных пациентов. На что же влияет гипервискозный синдром? О том, что он существует, я думаю, что уже никто не сомневается. Он есть, он на самом деле крайне оттяжеляет ситуацию пациентов с COVID-19. Возьмем сейчас потерю функциональной способности газообмена в альвеолах. Казалось бы, здесь все понятно. Понятно, как венозная кровь приходит к легким, артериолярная кровь покидает легкие. Что происходит при поведении? При поведении происходит повреждение геленоз-стена к альвеолу при соединении тромбоза одновременно образуется выпад в альвеолах, который усиливается, некроз искущего эпителия усиливается, нейтрофильная инфильтрация усиливается. Влияет ли на это состояние гиперагрегации, гиперсостояние гемостаза? Конечно же. Системные механизмы тромбообразования. Когда я слышу очень часто своих коллег, даже гематологов, что антикоагулянтная терапия не работает при COVID-инфекции, что на самом деле подбираются дозы антикоагулянтов, увеличиваются дозы, меняются, но они не работают. Посмотрите на эту табличку. Она гениальна, на самом деле, проста. На что влияет сам вирус? Да, собственно, практически на все факторы внешние, которые у нас, внешние факторы коагуляции. Он влияет на функцию тромбоцитов, на функцию лимфоцитов. Но самое главное, что происходит повреждение эндотелия сосудов. Из-за того, что коагуляционный фактор и антикоагуляционный фактор приходят в свое неравновесие, когда превалировать начинают факторы, которые вызывают повышенную коагуляцию, у нас происходит дальнейшее образование тромбо-сгустка. У нас подключаются уже фактически все клетки, которые есть у нас в крови, и эритроциты, и тромбоциты, и лейкоциты. Что происходит в результате? В результате происходит самое главное. Происходит гибель эндотелия, происходит повреждение эндотелия. И это тот механизм, который нужно учитывать потом при развитии всех проблем, которые происходят с пациентом, с данным заболеванием. Всех осложнений, которые происходят от того или иного предпринятого, даже не терапии, о возможности поменять концептуальную терапию применения блекортикостероидов, ингибитор джаккиназа. То есть мы должны помнить о том, что вот эта вот очень гениально простая табличка будет нам реально помогать, если дальше мы поймем, что формирование гемостаза при COVID-19 на самом деле это достаточно просто. Повреждение эндотелия сосудов, повышение уровня интерлекинов, нарушение синтетической функции печени, нарушение дезинтекционных функций печени и почек. К чему это приводит? В принципе, очень редко это приводит к повышенной кровоточивости из-за повышенного количества эндогенов гепаринов, тромбоцитопении, снижения клиренса гепаринов. Поэтому повышенная кровоточивость, как я уже говорю, встречается крайне редко. Чаще всего это повышенное тромбообразование. И вот теперь, когда я показала наикрасивейшую табличку, я абсолютно упрощаю понимание по образованию, повышенное образование тромбов. Это выброс восьмого фактора, фактора Виллебранда. И самое главное, о чем мы должны помнить, дефицит антитромбина-3, протеина С. Дефицит антитромбина-3. Это тот показатель, который для нас крайне важен, потому что дальше мы будем применять наши низкомолекулярные гепарины и также обсуждать, почему они работают или не работают. Сейчас буквально несколько исследований, которые показали с абсолютной достоверностью, что прежде всего, о чем мы говорим, что при исследовании пациентов находились на искусственной вентиляции легких и без искусственной вентиляции легких, пожалуй, единственным параметром, который был достоверно, имел достоверную разницу, это уровень додимеров. Уровень додимеров. Додимеры. Мы этот показатель сейчас, его цифры слышим просто беспрерывно. Мы ориентируемся на него по углограмме. Мы реально говорим о том, что он, пожалуй, один из самых важных показателей по углограмме, который, собственно, и влияет на судьбу пациента. Почему? А что такое вообще додимер? Додимер — это продукт распада фибрина. Но самое-то главное, что это не только активация процесса фибринолиза, а когда он повышается? Он повышается, прежде всего, самое главное, после разрушения тромба. Поэтому повышение уровня додимеров уже само за себя говорит о том, что процесс тромбообразования активировался. Поэтому дальше уровень додимеров смотрели, наверное, сейчас в десятках исследований. У вас есть возможность посмотреть достаточное количество вебинаров, которые говорят все приблизительно одно. Возраст, ну да, имеет некоторое значение, а ЧТВ, его уровень, практически не отличаются у пациентов, которые имели тромбоэмболические осложнения и которые не имели тромбоэмболические осложнения. Уровень лимфоцитов имеет некоторое значение, но прежде всего, конечно же, опять же, мы возвращаемся к уровню додимеров. О чем мы должны помнить при оценке тромбоэмболических осложнений? Прежде всего, мы, как правило, оцениваем все-таки состояние легочной ткани. Но давайте не забывать о том, что мы для того, чтобы исключить гиперкокуляционный синдром, мы должны посмотреть глубокие вены голени, мы должны посмотреть вены брюшной полости, тромбоз церебральных синусов. Это все те угрожающие тромбозы, которые существенным образом изменят судьбу наших пациентов. Сравниваем, говорим о том, насколько же COVID отличается от других инфекций, насколько он отличается вообще, в принципе, его какие-то осложнения, в том числе, тромбоэмболические осложнения, от других состояний. Вот возьмите опыт одной клиники, то есть это количество тромбоэмболических осложнений в марте 2019 года просто вообще, в принципе, у пациентов, находящихся в реанимации. Это те тромбоэмболические осложнения, которые сопровождали очень тяжелые варианты гриппозной инфекции. Ну, я думаю, что количество тромбоэмболических осложнений при COVID-инфекции говорит само за себя. Количество коглопатий, ДВС, умерших и выживших. Я хочу остановиться на том, что гиперкоагуляционный синдром это ДВС при COVID-инфекции. Я бы сказала, что это не совсем ДВС, потому что ДВС имеет определенные свои стадии развития, которые чаще всего приводят к гипокоагуляции. COVID-инфекции сопровождают гипокоагуляции. Мы это хорошо знаем, мы это хорошо понимаем, и мы реально прежде всего работаем на то, что мы реально понимаем, что если у наших пациентов с гиперкоагуляционным синдромом, развилась ситуация внезапной острой гипокоагуляции с кровотечением, с понижением тромбоцитов, с потерей внешних факторов свертываемости, это говорит прежде всего о утяжелении состояния пациента, это говорит по сути о катастрофе, которая произошла с пациентом. Вот еще достаточно интересный слайд, который мне тоже очень нравится. Локальные механизмы тромбообразования в сосудах легких. Посмотрите на самом деле, что происходит в сосудах легких. Почему мы плавно ушли от вообще просто фразы пневмония, к пневмонитам, эндотелитам и так далее. То есть при этом заболевание сладший феномен, сладший феномен, в который включаются опять же все клетки, которые мы имеем в периферической крови и в принципе это и ретроциты, это лимфоциты, нитрофилы, тромбоциты, повреждается эндотелий, клетки эндотелия сосудов и тем самым происходит микротромбирование, которое достаточно быстрые сроки, то есть ну что такое быстрые сроки, несколько часов до несколько дней значительно реже. То есть дальше включаются механизмы тромбообразования, которые в сосудах легких можно уже увидеть во всех тех сосудах, о которых я вам говорила до этого. Роль цитокина в развитии воспалительных, аутомонов, тромботических осложнений. Об этом мы сейчас очень много говорим и вот это нам необходимо для того, чтобы понять чисто практически, почему наши антикоагулянты отказываются работать у одних пациентов, хорошо помогают у других пациентов. Их механизм действия нельзя рассматривать в монотерапии. То есть если у пациента он получает терапевтическую дозу антикоагулянтов, но мы не справились со всеми этими воспалительными, аутоиммунными проблемами, которые были запущены цитокинами, конечно же, роль гиперкоагуляции будет для данного пациента достаточно плачевной. Острое поражение сердца и его механизмы. Знаете, это тоже для меня как гематолога крайне интересно. Главный механизм поражения сердца при поведе тоже доказано, что это не коронарный синдром, чаще всего как таковой, а это синдром, который связан также с провоспалительными цитокиновыми влияниями на миокар. Что еще нужно помнить о том, что, коллеги, мы не забываем про то, что когда у нас очень много работ, которые говорят о том, что некоторые препараты, да, сочетание препаратов могут вызывать удлинение интервала куты и вызывать внезапную смерть. Вы понимаете, потому что я говорю о клоквениле, я говорю о заэритромицине. Я как гематолог должна обратить ваше внимание на ферритин. Это тот островоспалительный маркер, который у многих наших пациентов с ковидом превышает на самом деле десятки, а иногда и даже сотни раз его истинное нормальное значение. Что такое ферритин? Ферритин – это тот островоспалительный маркер, который, несмотря на то, что это не тот ферритин, который образуется из разрушенных эритроцитов, мы сделали, и мы, и многие наши коллеги интересные работы, в том числе, посмотрели электрофорез гемоглобина. Он не страдает, гемоглобин как таковой не разрушается. Ферритин – это островоспалительный показатель, который в силу своей валентности присоединяет многие островоспалительные белки. Но, тем не менее, где откладывается ферритин, там, где есть рецепторы. Это печень, это мышцы, это миокар. Поэтому мы имеем миалги, в том числе, из-за высокого ферритина, поэтому мы имеем поражение печени, в том числе, из-за высокого ферритина, и острое внезапное гранарное смерть – это проводящая система, на которой откладывается ферритин. Острое поражение почек, микроангиопатия, тромбозы сопровождаются существенным ухудшением прогноза. Ну, конечно, на самом деле, посмотрите разницу в летальности у пациентов, которые имели поражение почек или не имели поражение почек. Это то, что обязательно нужно помнить, это то, что говорит о том, что концентрационное и третерационное состояние почек, которое происходит в крайне важное тромбоэболические и тромбоэболические подходы, подходы к антитромбоэболической терапии, при длительности наблюдения тоже поменяли свою концептуальность. И сейчас мы понимаем, когда сейчас мы уже знаем все факторы риска, мы знаем, какие происходят аномалии в гемостазе, к сожалению, я не смогу вернуться назад. Как мне это сделать, если я иду экраном? Попробуем. Так. Значит, те изменения, которые происходят и в органах, и в изменении гемостаза, мы понимаем, что у нас происходит с легким сердцем. Нам на самом деле проще принять решение по применению основного, то есть, собственно говоря, ради чего мой доклад, назначение антикоагулянтов. С чем я сталкиваюсь как гематолог непрерывно? Я сталкиваюсь с тем, что пациентам назначаются профилактические дозы гепаринов, фрексипаринов. Посмотрите на эту табличку, это, с моей точки зрения, самая емкая табличка с учетом веса пациента, назначение определенных антикоагулянтов именно в лечебной дозе. И лечебная доза низкомолекулярных гепаринов может не меняться, если мы учитываем все те проблемы, о которых я говорила. Если мы будем учитывать еще один показатель, который крайне важен, это уровень антитромбина-3. Мы хорошо знаем, что все низкомолекулярные гепарины работают с включением данного показателя. И если антитромбина-3 мало, то наши антикоагулянты будут работать значительно хуже. Если одновременно мы не предприняли попытки воздействия на другие механизмы развития различных показателей данного заболевания, это не повод отменять антикоагулянты. Это повод обсудить, насколько данному пациенту хватает той или иной дозы антикоагулянтов. Что еще? Рекомендации по назначению антитромбатической терапии при выписке пациента из стационара. Вот это очень важный вопрос. Вы знаете, как гематолог сейчас это для меня огромная проблема. Пациенты, которые приходят ко мне с последующими тромбатическими осложнениями после уже вылеченной выписанной из стационара, вы не представляете их количество. Поэтому посмотрите, пожалуйста, всем пациентам, получавшим профилактическую лечебную терапию с молекулярными гепаринами во время госпитализации в инфекционных отделениях и стационарах, кому мы продолжаем профилактику дальнейших антикоагулянтами. Я абсолютно четко уверена и когда мы обсуждаем назначение пероральных антикоагулянтов и прямых антикоагулянтов или прямых, то мое мнение гематолога, я за продолжение подкожного введения антикоагулянтов, которые будут продолжать то состояние гипокоагуляции, которое пациенту абсолютно жизненно необходимо. Это то, о чем гематологи сейчас говорят громко и, наверное, в каждой конференции о том, что гипокоагуляция гемостаза дает возможность пациенту и значительно быстрее восстановиться по легочных каким-то дисфункциональным вещам и на самом деле не о дальнейшем прийти к состоянию тромбоэмболии, не прийти к состоянию тромботических осложнений. Поэтому, если понятно, что у нас пациент пожилой, если у нас нет возможности применения подкожных антикоагулянтов, ну да, я за обязательно пероральное продолжение антикоагулянтов под контролем. Ну, коллеги, это самый сложный вопрос, да, мы знаем прекрасно, как контролируются пероральные антикоагулянты клинически и выполнением УЗДГ сосудов. Итак, мы говорим о том, что на сегодняшний день паза течения болезни известна. Возможности терапии на каждом этапе на сегодняшний день я еще раз говорю браво зарубежным коллегам. Но я думаю, что российские мы медики, которые сработали вот в данной ситуации просто, ну, я не знаю, я думаю, что не было у нас такой проблемы, когда мы так дружно попытались изучить, не только попытались, мы получили наши результаты, мы получили сейчас понимание практически, ну, наверное, двух-третий проблем тех, с которыми столкнется пациент во время активности процесса. Мы реально понимаем профилактику процесса, поэтому на сегодняшний день все стало достаточно просто. О чем я хочу, чтобы вы не забывали. на самом деле это чисто гематологический слайд, который говорит о том, как же, собственно говоря, тяжело печени жить вообще на свете, да, взрослой печени. Представьте себе, какое количество синтезировать мне приходится различных совершенно вещей за ее жизнь. Мы реально понимаем, что мы отработали антикоагулянты, мы дали пациенту возможность противовирусной терапии и таргетной терапии. О чем мы забываем? Мы забываем о гепатопротекторах, мы забываем о том холестазе или подражении гепатоцитов, с которыми мы выписываем пациента и с которыми мы можем жить дальше. Как долго, мы не знаем. Что такое вообще гиперагравиационный синдром? Что такое вообще риск тромбоэмболических осложнений? У кого его ждать? Посмотрите, это просто модель индивидуальной оценки риска развития тромбоэмболических осложнений. Это стандартная табличка, которая используется хирургами, онкологами, гематологами. Посмотрите, я думаю, что наши пациенты, которые пришли к нам в возрасте старше 40 лет, они изначально скомпрометированы уже по некоторым факторам. Поэтому дальнейшая их судьба, помимо того, что у них тяжеленная ситуация с развитием той инфекции, с которой они столкнулись первый раз в жизни, мы должны еще не забывать, что есть сертификация риска, которая в принципе существует у каждого пациента. Мы ее используем дополнительно к назначению антикоагулянтов, если мы ее используем дополнительно в лечении и принятие тех или иных решений в профилактике, лечении гиперкоагуляционного синдрома, это наш успех. И хоронить пациента на самом деле от развития тромбоэмболических осложнений в пост уже лечебном периоде, профилактическом периоде, крайне тяжело для меня, как гематолога, крайне тяжело для любого специалиста. Поэтому, коллеги, я за то, чтобы мы все вместе продолжали наблюдать за этими пациентами, мы давно работаем вместе, терапевты, гематологи, хирурги, онкологи, неважно, это не только наш многопрофильный центр, но и в принципе многие-многие больницы. Поэтому, если мне сегодня столь же сжатый какой-то промежуток времени, 10-15 минут, удалось вам, по крайней мере, зацепить на какие-то проблемы, если вам удалось увидеть какие-то вещи, которые стали для вас интересны, я считаю, что моя опция, функция, как лекторы выполнена. Я понимаю, что гемостаз это та тема, с которой мы сталкиваемся непрерывно и просто в жизни на самом деле это та страшилка, бабайка, которой боятся не только терапевты, но и гематологи тоже, потому что уж очень он кажется сложным. Но вот на одном из слайдов я показала вам, насколько сложное можно упростить и понять, и помогать, и спасать больных. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, Галина Анатольевна. И я сейчас хотел бы пригласить всех участников нашего круглого стола для того, чтобы как раз таки и обсудить тему глюкокортикоидов в лечении COVID-19 за и против. Дорогие участники, вы на месте? Игорь Евгеньевич, Валерий Иванович, Валерий Иванович и Оксана Ауесовна. Вы тут? Я тут. Вместо главного врача. Галина Викторовна, а Вы разрешите мне задать один вопрос о Олеге Валерьевичу, который меня очень мучает, который не касается кортикостероидов. Он очень короткий. Во-первых, я не могу не высказать свое восхищение. Вы обратили внимание, что у меня сбежался коллектив, когда он увидел ваши цифры, тех пролечных, пациентов, которые вы смогли сделать. Это феноменально. Но чисто женский вопрос, который меня очень просили задать коллеги. Женщина, которая больна, родила здорового ребенка. Как в дальнейшем вам удавалось, то есть вот эти коммуникации, заболевшие женщины и здорового ребенка? Это арки сложно, наверное? Видно, что вы не очень хорошо следите за нами. Агентство Reuters два или три дня назад опубликовало репортаж о том, как происходит коммуникация. Он довольно хорошо растиражирован в Фейсбуке. Они общаются по телефону. Только в субботу мы с Валерий Ивановичем были на обходе в роддоме. Там женщина в реанимации лежит на боку. У нее перед лицом ее мобильный телефон, и она там виртуально гладит своего ребенка, который сейчас расположен в КВЕЗе в отделении реанимации. Там двумя этажом ниже. Вот коммуникации только так и довольно долго. Потом они разъезжаются, женщина домой или в палату, из палаты на самоизоляцию двухнедельную. Все это время ее ребенок проводят в детской больнице среди таких же детей. Если я ничего не путаю, по-английски не воспроизведу название, которое агентство Reuters дало этому нашему ролику. Но что-то такое, что первое вот у Агу мама слышит по телефону от ребенка своего. Ну, крик она первый слышит сразу после родов в родзале, а следующие звуки с ним исключительно, следующее общение с ним исключительно по мобильной связи. Спасибо, браво. Но это у всех и на регулярной основе, то есть у всех не для избранных в роддоме, а для всех. Я еще раз говорю, браво, спасибо. Здорово, спасибо большое, спасибо. Итак, дорогие коллеги, мы переходим к обсуждению как раз таки о месте глюкокортикостероидов в терапии COVID-19 инфекции. Я хотел бы, наверное, первый вопрос адресовать вам, Олег Валерьевич. Каково ваше отношение к использованию глюкокортикоидов у COVID-19 инфицированных пациентов именно с пневмонией? Задумчивое мое отношение, задумчивое. Пока я не уверен в эффектах. У меня вообще есть ощущение, что с этим COVID-19 мы как в притче про слона трогаем его с разных сторон и каждый слепые, помните, трогали слона с разных сторон. Кто за хвост, тот говорил, что слон веревка, кто за ногу, тот говорил, что слон колона, и там, кто трогал за живот, говорил, что слон как стена. Вот здесь похожие ситуации и у меня есть сильные подозрения, что нет рецепта какого-то универсального. Я для себя до сих пор не определился, кто подходит на стероиды. Как-то очень осторожно отношусь к тому, что высокий прокальцитонин не препятствие, хотя головой понимаю, есть ведь работы по пневмониям банальным внебольничным, доказывающие, что поголовное применение стероидов таблетированных краткосрочного местного большинства больных. Мы уже теперь регулярно оказываемся перед дилеммой, что, каков следующий шаг, если больной, получающий стероиды, продолжает лихорадить. Насколько безопасно вводить ему октембр, тот же толицезумаб, как это было бы, если бы он перед этим не получал стероидов. Сегодня мы с Валерием Ивановичем смотрели нашу сотрудницу, которая, ну, амбулаторно ей были назначены стероиды, в итоге она попала в стационар, мы видим глюкозу, там что-то в районе 12-ти, не знаем, как с ней быть теперь, это ее сахарный диабет, лечить или нет эту гипергликемию, очень своеобразные изменения в анализах крови, при отсутствии какой-то клиники тяжелой, с отчетливым позитивным эффектом на то лицезумаб, зашкаливающее значение пресепсина в крови. И еще раз скажу, что вот, ну, во-первых, китайцы напугали сначала, но уже сейчас понятно, на все, что выдали китайцы, на гора оглядываться не приходится, там еще у них три народных китайских препарата входят в национальные рекомендации, к счастью, они до нас не дошли, а то бы мы могли неблагозвучно сейчас с вами выражаться, вот, но я внимательно ознакомился с работой, в которой идет речь о выдающихся эффектах стероидов, выяснилось, что она к доказательной медицине не имеет никакого отношения, люди, проработав полтора месяца без стероидов, потом внедрили протокол со стероидами и сравнили два этих периода по количеству осложнений, выживаемости больных и пришли к умозаключению, что стероиды сильно улучшают течение, по мне, так они просто наработали какой-то опыт и вполне очевидно, что даже наши результаты в мае месяце лучше, чем в апреле, когда мы только приобретали первый опыт и сравнивать эти два месяца по исходам лечения нельзя. Я до тех пор пока не увижу что-то плацебо контролируемое, вроде того, что с ремгиссивиром сделали американцы. Буду настороженно относиться. Все, что мы сейчас делаем, мне нравится английский термин компассионейт, это очень часто используется в англоязычной литературе, это сострадательная терапия, сострадательная, потому что это вмешательство без доказанной эффективности, с малоизученной или неизученной безопасностью, и пользуемся мы всем этим с отчаянием. А память врачебная так устроена, что все, кто поправился и хорошо ответил на лечение, они укладываются в голове как выдающийся эффект препарата, а те, кто умер, ну что-то с ними было не так, они в принципе сами виноваты, раз не пошли на этой терапии, они очень быстро забываются. Я на всякий случай владею тотальной информацией по лекарству противовирусному, которое к нам идет, даже очень известные в узких кругах люди получают сейчас и в нагрузочной дозе получили. Там три группы по 20 больных, открытое сравнение. В группе контроля не было ничего, в том числе и побочных действий, все больные ушли домой с улучшением. В группе меньшей дозы двое больных из 20 бросили прием, я умышленно не называю название препарата, вы догадаетесь, о чем идет речь, бросили принимать препарат из-за тошноты и рвоты рецидивирующей. В группе большей дозы было двое бросивших из-за тошноты и рвоты и один умерший на нашей территории больной, вошедший в это исследование не очень тяжелым до такой степени, что даже применение Телецизумаба у него ни на каком этапе не обсуждалось. Это к вопросу о том, ну вот каковы у нас критерии отбора препарата, он уже одобрен, там 60 тысяч упаковок размножили и в ближайшей версии Мездоровских рекомендаций он будет обязательным для применения. Теперь вы знаете все. А если про стероиды говорить, ну вот я условно болел и там получал лечение, я переболел уже этой проблемой, вот, и если меня коснись, что выбрать там из двух подходов, стероиды или Телецизумаб? Ну, я можно все скажу. Как человек, получивший Телецизумаб, я скажу, что я выберу его, а не стероиды. Потому что вот, ну, до конца не понимаю, что будет дальше после введения, как перестать, как быть с побочными действиями, которые вылезли. Вот мы сегодня кружили вокруг руководителя оперативного отдела нашей клиники, не зная, как быть теперь с ее гипергликемией. лечить или просто ждать, пока она сядет после отмены стероидов. Вот у меня всего. Вы видите, видите, как расплывчато, да, я ответил. Я поняла. Гульсарай Сингельдивин, а ваше мнение каково? Я согласна, конечно, с Олегом Валерьевичем относительно тех результатов, что, конечно, хотелось бы видеть вот эти плацебо-контролируемые исследования, но с другой стороны, сейчас все-таки не все стационары имеют в своем арсенале и все ямскеназы, это цилизумаб, а имеют ну, такова реальность, что имеют только глюкокортикостероиды. В таких случаях, учитывая вот патогенез вторичного геопатогенцитарного синдрома, и так как ГКС является в общем-то препаратами выбора, я считаю, что это оправдано для какой-то конкретной ситуации использования. Затем второй вопрос, который возникает, та изнуряющая лихорадка, которая держится 12-14 дней и все ее плохо переносят, и здесь идет необходимость использования протестамола, а протестамол гораздо токсичный для отличных препаратов, то при таких ситуациях я считаю все-таки целесообразным использование хотя бы одного приема глюкокортикостероидов, чтобы облегчить пациент в состоянии пациента, убитительно лихорадивающих пациентов. Но, конечно, всем известно все побочные инфекты, гипердиогенея, повышение давления, присоединение инфекции, это все нужно учитывать. И второй вопрос, который я обсуждала относительно тоцелезумаба или использования перед тоцелезумабом, особенно у пациентов с выраженной лейкопенией, тогда в таких случаях, я думаю, что для мобилизации нейтрофилов кровеносного роста мы можем использовать экстометазон, но в единственном случае используем тоцелезумаб. После использования относительно мобилизации к назу, конечно, это вопрос такой, очень рискованный, контроль нужен обязательно антибактериальный, потому что присоединение вторичным эффектом здесь возрастает большая доза. Я за то, чтобы, если используем коротким курсом, 2-3 дня, может быть, даже один день, даже в условиях бактериальной инфекции, но обязательно с учетом комбинированной бактериальной терапии, использования нутривенных губулинов, рассматриваются эти пациенты. И второй вопрос, который активно обсуждается, я уже говорила в своем демонстрации, это вопрос использования глюкокорфикстероидов для того, чтобы лечение всех консолидаторов организующих клеммоний, которые используют гипотетическое использование глюкокорфикстероидов относительно профилактики или лечения фиброза, который возможен, но мы еще этого вообще не знаем. Это все, наверное, мы со временем можем это проследить с нашими пациентами. Я на данный момент отношусь достаточно к эпидричеству, даже советую не использовать это в период реконполисценции этих пациентов из-за именно тромбоэмболического большого риска у данных пациентов. И лучше понаблюдать, потому что я говорю уже, повторюсь, что у пациентов с перенесенными осложненными формами типа HR1-1 никакого фиброза через 6 или 12 месяцев мы не наблюдали. Вот таково мнение. Поэтому эта опция, я думаю, она должна все-таки оставаться, но это не должно быть системным использованием, не в больших дозах. Скажу так, она должна оставаться. Я могу еще скажу, где мы для себя видим нишу для более широкого применения стероидов. Это беременные уже с диагностированной пневмонией, там социализумабом не разбежишься. Даже у второго его конкурента написано с осторожностью. Я вообще не понимаю этого термина в инструкции. С осторожностью. Говорит себе поберегись перед тем, как писать в лист назначений. Не понимаю. Но вот беременные, у кого там КТ-2-3 есть какая-то температура, легкорадка. Мы для себя на сегодняшний день вот определились, что мы, если не решились их разрешать срочно в связи с прогрессирующим улучшением, то будем пробовать их лечить. Ну, там препарат выбора дексаметазон, потому что он практически той же дозе используется акушерами для подготовки недоношенных, ну, легких недоношенного ребенка к жизни, к вступлению в жизнь досрочному. Поэтому одна и та же дозировка и вот краткосрочность применения, скорее всего, ближайшие мишени для этого применения у нас будут для такого осознанного применения это будут беременники. Что из этого получится, покажет время. Да, действительно, покажет время, но еще я хотел бы добавить, что не всем пациентам возможно использование тациблизумаба и анускиназа. У этих препаратов есть четкие противопоказания. Но спасать таких пациентов возможно. Я думаю, что тогда опция глюкокортипостероидов можно рассматривать у таких пациентов. А можно я тогда задам вопрос всем нашим участникам? А вот относительно доз, все-таки какие дозы вы рассматриваете возможными применять при цитокиновом шторме? Так нам как пульмонологи сказали, мы так и делаем. Галина Викторовна, можно я тоже включусь в дискуссию, потому что гематологи, они вообще кортикостероидно-манические, люди кортикостероидно-зависимые. Как гематологи, да-да-да. Жизнь гематолога без кортикостероидов скучна, до безобразия невозможна. Поэтому то есть мы к этим препаратам относимся с одной простой истиной. Нужно уметь их готовить. Истина навсегда в середине. И для нас главное несколько моментов данной ситуации. Но для начала у нас кортикостероидные препараты во время пандемии сейчас очень выручили, потому что проведение программной химиотерапии пациенту с ковидной инфекцией, ну вы же понимаете, практически невозможно, если это не буквально 2-3 заболевания. Как нам продлить жизнь пациента для того, чтобы успешно вылечить ковид, это, конечно же, кортикостероиды. О чем мы тогда понимаем и знаем о том, о чем знаем всю жизнь? Чего мы должны? Мы принимаем кортикостероиды у лично-инфицированных пациентов, мы применяем кортикостероиды у больных с множественными и ломами с колоссальным гуморальным иммунитетом. Мы понимаем, что кортикостероиды первое, что они могут сделать, они могут стереть картинку бактериальных проблем. Это снижение температуры, оно может быть очень обманчиво, и потом ее возвращение, это пропущенная какая-то бактериальная проблема. Возвращаясь к гиперкогуляционному синдрому, назначение кортикостероидов и пациент, который находится в длительном состоянии без движения, это дополнительный риск тромбообразования, поэтому более тщательный контроль за когулограммой. Длительный прием кортикостероидов, который, кстати, сейчас используется в очень многих клиниках Москвы, я против него, да, то есть я думаю так же, как и мы все здесь, когда пациент выписывается из стационара, и вот у меня есть ситуация, когда он выписан, с ДСЮ таблетками преднизолона, да, то есть на приеме на длительное применение дальнейшее на несколько месяцев. Конечно же, эти ситуации совершенно бессмысленны, не то, что недопустимы, они бессмысленны, но есть ситуации, когда без кортикостероидной терапии не обойдешься. Я согласна, что нам хорошо говорить, когда у нас такой арсенал препаратов, я согласна с Лесарой Севгендииной, что делать специалистам, у которых есть кортикостероиды, антибиотики, и в лучшем случае те препараты, о которых говорили нам только что, которые, ну, как бы не очень хорошо себя ведут, да, и мы уже не произносим их названия. Мы должны давать тоже и им какие-то рекомендации. Я за короткие курсы, я за дексаметазон, мы с вами уже много это обсуждали по той простой причине, что с точки зрения гематолога, это может быть ошибочно, и меня попросят пульмонологи, но нам кажется, что на бронхи, да, на слизистую оболочку бронхов, на все те процессы аллергические, да, активацию ручных глидок и так далее, дексаметазон работает быстрее, лучше, и он более контролируем. Это может быть ошибочное мнение гематолога, но если мы у пациентов имеем синдром с давлением верхней половой вены или поражение легких нашими заболеваниями, мы всегда за дексаметазон. В данной ситуации обсуждение дексаметазона либо преднизолона, то, что касается беременных женщин, я абсолютно согласна, что я за дексаметазон, во всех остальных ситуациях мы еще учитываем компрометацию печени, почек и легких, да, и, наверное, тогда выбор препарата будет уже вот из симптома комплекса, который мы имеем, но определенные ситуации и до введения препаратов, и если есть необходимость улучшить состояние пациента на несколько дней позже, я за это, спасибо. Но мне хочется сказать, как ревматологу, наверное, нужно еще рассматривать вот этих больных, которые коморбидные, да, то есть, может быть, тогда использовать не дексаметазон, а метилпреднизолон, потому что его период полувведения очень короткий. Я согласна. Нужно учитывать обязательно коморбидность и возраст пациента, конечно. Потому что у дексаметазона все-таки побочных явлений больше, чем у метилпреднизолона. У него длиннее период полувведения, я с вами согласна, да, он больше циркурированный, поэтому он для молодых короткого действия, когда мы за два дня, мы в течение суток полностью пациента оставляем, да, под контролем кортикостероида. Ну, я как кардиолог заметил преднизолон, он меньше всех задерживает натрий, соответственно, гораздо реже будет давление повышаться, как минимум, то, что я знаю сразу. Вот, и при этом я вам напомню, что то исследование, ну, исследование, оно вот такое, это просто наблюдение за больными до и после внедрения стероидного протокола. Там речь идет исключительно о метилпреднизолоне. Ну, да, метилпреднизолон, да. Я за выбор в каждой конкретной ситуации, опять же, учитывая гипергликемию, которая данным пациентам не то, что не нужна, она крайне опасна, а наэробные гликолизы, все остальное, то, что запускается при высоких сахарах, которые еще больше повышаются на кортикостероидах, но на самом деле это очень нехорошо. Ну, что касается опыта ревматологов, мы, конечно, вот этот синдром активации в макропагах начинаем лечить именно с метилпреднизолона, или дексаметазона. Если это не срабатывает, то тогда, конечно, мы уходим на генно-инженерную биологическую терапию. Оля Викторовна, мы говорим о том, что если это короткий курс, да? Конечно, короткий курс. Если пульс терапии, это не более трех дней, и дальше там в течение недели мы уходим в снижение до нуля, поскольку, как говорит гульсарайсингильдиль, сразу отменять нет смысла, потому что препарат должен еще подействовать на легкие, чтобы помочь не сформироваться фиброза. Поэтому, как я понимаю, для каждого препарата существуют свои показания и свои противопоказания. И вот мы в Москве, наверное, более в привилегированной ситуации находимся, потому что у нас есть все генно-инженерные биологические препараты, все яновские, НАЗА, а вот что касается регионов, то здесь не совсем такая ситуация, и поэтому я думаю, что по показаниям метилпреднизолон и дексаметазон применяться может у больных с COVID-инфекцией. Да, я тоже так думаю. Думаю, что мы все согласны. Ну, я вот единственное, что скажу, чувствую, что вы работаете напряженно, и вам не до Фейсбука. Там есть две последовательных публикации клиники МГУ, которая тоже в COVID-е работала. Сегодня одна из самых нашумевших, это ответ на все комментарии негативные. Там небольшое количество коек, через них прошло 130 чем-то больных, у них нет доступа к ингибиторам интерлекина, они с первых дней пользуются только стероидами, я в это время судорожно искал их схему использования стероидов для того, чтобы озвучить. Может быть, это получится. Ну, вот они отрепортировали за этот период самую низкую смертность, а сегодня очень длинный пост, объясняющий, ну, почему это так. Я ищу дозировку. Да, нет, в реанимации пульс терапия по 1000 мг, но речь о метилпреднизолоне идет, 1000 мг в сутки внутривенно 3 дня. У некоторых больных меньше 500 мг, и все, 3 дня по 1000 мг. Но это не поголовно, а у отдельных больных в реанимации. Таким образом, каждому препарату есть свои показания, есть свои противопоказания, и в принципе, если есть такая необходимость, то, наверное, не надо бояться метилпреднизолона и дексаметазона при лечении ковид-инфекции. Но единственное, что я хотела бы сказать, что когда мы назначаем, то, наверное, нужно обязательно смотреть, чтобы не было присоединения уже бактериальной инфекции. Это, конечно, прокальцитонин и все маркеры другой какой-то инфекции. Мы для себя пока не нашли границу с прокальцитонином. И там, и там мы доходим до какой-то грани. Ясно, что меняем параллельно антибиотики сразу на более жесткие, если он выше нормальных значений, но еще не на тех цифрах, когда мы воздержимся и от стероидов, и от... Я еще раз повторюсь, что если копнуть в глубину, то не так давно были опубликованы данные, дающие основания применять стероиды поголовно у всех больных с небольничной пневмонией таблетированной. Там тоже, кстати, речь шла о метилпреднизолоне предпочтительности. Да, используют при тяжелых формах среднюю дозу метилпреднизолона. Это у нас известная терапия. Мы никогда об этом особо и не боялись. используются при ОРДС, это активное показание для стероидов. Прошлый опыт по H1N1 было показано, что высокие дозы кортикостероидов ассоциировались с неблагоприятными исходами, а средние дозы с неблагоприятными исходами. То есть мы в своей практике до ковидной эры, так сказать, всегда использовали кортикостероиды на ритмус антибактериальной терапии. Это всегда было оправданно. И я не сомневаюсь, что у большинства из этих больных прокальцит... Если бы померить прокальцитонин и пресепсин, они будут выше нормальных значений. Ну, там, конечно, бактериальная инфекция, это, конечно. Это да. Но здесь идет речь все-таки, знаете, ведь, понимаете, если мы говорим о биологической, геноинженерной терапии, не зря же все-таки ревматологи, наши коллеги применяли эти препараты так называемые чистым больным. То есть, они были кардинально обследованы, всесторонне по поводу всех инфекций, включая компьютерную топографию, исключали все гранематозы и другие инфекции, чтобы использовать биологическую терапию. А сейчас мы получаем легкие с вирусом, с бактерией. Не бывает стерильных легких, вообще не бывает стерильных легких, даже у самого молодого пациента и так далее. Но мы немножко, Галина Викторовна говорила, мы немножко все перевернули с головы на ноги или наоборот, с ноги на кому, используя сначала биологическую терапию, а потом уже глюкокортикостероиды, мы уже думаем. Ведь те уже опубликованные данные, что, например, тацилизумаб ассоциируется с инвазивным кандидозом, это 16%, инвазивный кандидоз, это еще хуже, чем бактериальные инфекции. 40% там смертности по сравнению с 20% сепсисом. Это уже дает нам основание как-то, наверное, все-таки придерживаться каких-то, ну, скажем, строгих, более правил для назначения биологической терапии. Так это же у чистых, это же у чистых больных. Ревматологи просто не пробовали лечить нечистых под прикрытием антибиотиков, может быть, там еще лучше будет. Ревматологи пробовали. Я говорю про инвазивный кандидоз именно у ковид-пациентов после использования тацилизумаб. Это такие короткие данные, конечно, все сейчас, все исследования они такие, нельзя сказать, что они соответствуют всем нашим нормам, но пока вот такие публикации существуют. А потом мы все-таки выключаем иммунитет на целый месяц. Гарри Виктор меня учила, что мы выключаем иммунитет на основании применения антибиотиков на целый месяц. ЦРБ не реагирует, другие маркеры могут не реагировать. То есть получаем латнетный сепсис. И действительно, лейкопения уже после, я наблюдаю пациентов некоторых после выписки из стационара, у них лейкопения в общем-то держится через 10-20 дней в районе двух. Это не страшно для ревматологов. Не знаю, как это для нас. Вы прямо меня сейчас отправите общий анализ сдавать. Да, Олег Валерьевич, давайте сдавать. Давайте сдавать. Можно про общий анализ маленькую-маленькую ремарку. Перед назначением кортикостероидов очень хотелось бы знать, какой будет общий анализ крови, потому что, когда мы у пациентов с ковидной инфекцией, мы крайне редко получаем лейкоцитоза, да, это лейкопения, со сдвигом палочкой ядерным, да, и сдвигом нейтрофильной формулы влево, как мы говорим. После назначения кортикостероидов мы уже никогда не разберемся. Это влияние кортикостероидов, это влияние бактериальной плоры, которую мы не заметили. Поэтому, то есть, вот перед стартом обязательно нужно коллегам говорить о том, что сначала все-таки убедитесь, что нет бактериальной инфекции. С процепсином я тоже согласна не все так просто, да, уж очень он такой вот гибкий, да, такой маркер, который на него ориентируется очень сложно, а грибковая инфекция на самом деле, да, другие какие-то интерстациальные поражения легких, которые будут проходить с чуть повышенным уровнем просепсина или вообще с нормальным. Поэтому нужно собирать все, что мы здесь можем, в том числе общий анализ крови, в том числе все-таки ЦРБ, в том числе все-таки просепсин как вариант и после этого назначать пульс-терапию. Потому что как поведут себя показатели крови, как простимулируется, да, выброс нитрофилов, у каждого пациента это будет абсолютно индивидуально. И его лимфопения и его нитрофилезы, которые потом возникнут, будут очень сложно интерпретировать. Да, относительно просепсина, но хотелось бы сказать две опции, что он может повышаться и без наличия бактериальной инфекции у пациентов с ХПН и выраженной сердечной недостаточностью. То есть это нужно учитывать для его интерпретации. Про кальцитонин, ну, считается, тоже, может быть... Вы когда к нам собираетесь в следующий раз? Завтра, Олег Горич, завтра. Навестите больную Балашову в 12-м отделении. Это наш руководитель оперативного отдела. Там недельный прием стероидов пероз, ну, такой путь выбрали ее амбулаторные врачи. Мы в итоге на лихорадке на высоте делали талицезумаб, вся симптоматическая часть купировалась, а на выходе там, по-моему, 20-кратное превышение уровня пресепсина и вот глюкоза, про которую я рассказывал. И действительно соглашусь, что абсолютно непонятно, как дальше интерпретировать, ну, вот в гематологии, в общем анализе крови, что там произошло с лейкоцитами и почему с нейтрофилами, если после того, как человек неделю принимал стероиды. Хорошо, Валерий, зайду завтра. Уважаемые коллеги, ну, мы обсудили сейчас с вами все вопросы, которые ставили, и, наверное, у меня тогда будет просьба к участникам нашего круглого стола. Не могли бы вы нам написать на сайт или вот в чат, какие вопросы вас сейчас еще больше беспокоили, что вас волнует, чтобы мы тогда согласно вашим потребностям делали наши круглые столы и обсуждали вот эти вот такие, ну, злободневные темы. Поэтому мне хочется сказать спасибо всем участникам, всем слушателям, и до новых встреч, наверное. Спасибо за приглашение, и спасибо за информацию полученную. Спасибо вам приогромно, поскольку вы делитесь своим таким большим опытом, именно огромное спасибо. Спасибо. Олег Валерьевич, спасибо огромное. Спасибо. Выключаюсь. Спасибо. Всего всем доброго. До свидания. Берегите вас. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...